О, что через Dota TV-шную систему слишком много людей сразу ломится. Ещё раз всем привет, с вами портал GoH.TV GoH.Room, стримит, комментирует Дюк. И смотрим и DreamHack Invitational, Гранд Финал, встречаются Тим Дигнитас и The Aliens, бывший Noted Hunter. Четвёртая игра, Дигнитас ведут со счётом 2-1, формат встречи бо 5 до 3 побед. Сейчас игра у нас будет на европейском сервере. Начиналось всё с Америки и через игру чередуется. Право первого пика бана достается теперь Тим Дигнитас, сбирает они Дарксира. И в бан отправляется Никс Ассасин, котел, соответственно, от команды Альянс. Будут забанены Бэтрайдер и Бисп, он же Ио. Ну, и не стоит забывать, что нужно подписываться на плеер. Твича Глухомедиа и Ютуб-канал Глухомедиа. Там всевозможный интересный контент, поэтому не пропускайте. Сейчас игра проходит в интернете, это онлайн-терниры, и сейчас на европейском серваке сражаются. Последняя игра, если она будет, будет опять на Америке, скорее всего. Либо же будут кидать монетку, скорее всего, подозревают, они будут что-то вроде монетки разыгрывать, да, чтобы было всё честно. Ну, в общем, не особо это известно, до этого ещё нужно дожить. Всё зависит, сейчас выиграет Альянс или нет. Получили они опять Вандруида себе для Бульдога, но, как мы видели в предыдущих играх первых двух, Бульдог на нём очень медленно фармил, и игру выигрывал далеко не он. Посмотрим, как будет в этой. Здесь, конечно, Герокоптер. Ну, могут их оппоненты сейчас Магнуса добрать к Дарксиру. Как мы уже это видели в первой игре, и всё будет очень-очень печально для Альянса. За кого болею я. Ну, мне больше симпатичен Альянс в целом. Ну, вообще, те игры, что я смотрел, вообще в целом, был больше симпатичен Альянс. Но бывшие НТХ-шники Дикнельсов я вообще очень редко видел. Я, наверное, больше за Альянс. Но, кто круче играть будет, тот победит. Тем временем практически всё бонусное время было потрачено Дикнельсами на второй и третий пик. Уже минута 10 секунд было израсходовано. Ну, и сейчас вообще, по-моему, бонусное время закончится. Что, два рандома? Нет. Бэйна. И 10 секунд на третий пик. 5 секунд на третий пик. Да ладно. Дикнельсов решили поиграть в что-то такое. Ну, что-то я мне намекаю, что, по-моему, 2-2 будет. Ну, посмотрим. Ну, конечно, Альянс не стал очень долго размышлять. Если вам не пикнули Магнуса, то так и быть, мы заберём. Ну, Бэйн... Против кого? Думаю, что Гуль будет? Ну, просто так, Бэйна пикать тоже не всегда хороший вариант. Особенно, когда вот есть этот товарищ, у которого есть ракетка, который может подстанеть, заранее пустить Бэйна. Опять же, есть корни и есть магнотар. Поэтому тут более чем предостаточно уже персонажей, способных сбить ульту Бэйна. Третий бан. Рубик от Дикнельсов. Третий бан. Альянс. Это пак. Ну, соответственно, Альянс банит сейчас с той целью, что в следующем пикует Дикнельс. Поэтому максимально неприятно для себя героев забанят. И, возможно, что-то себе получат ещё в пик интересное. Андайинга Дикнельс подбанили. Ну, они решили, что попробует Альянс поиграть их стратегиями. Возможно, из этого исходят. И, кстати, дополнительное время всего 3 секунды осталось. Поэтому тут думать придётся очень быстро. Ланая подбанили Альянсовцы. Ну, возможно, ещё одного саппорт-героя подбанили. Кстати, Гуль у нас не в бане, у Лансера не в бане. У Лансера мы сегодня ещё не видели. Что удивительно. Ух ты ж, тут 6 секунд уже. И подбанили Алхимика. Не хотят у меня Алхимика видеть. Очень опасаются воду на этом персонаже. Конечно, у Альянса времени чуть более, чем предостаточно. Они так долго не затягивали. В итоге вот тут... Шахил Анила какой-то не совсем пока ясный пик. Так, просто герои. Ну, комбо. Ну, Таркси, Растини, допустим, есть. Да, определённая. Тоса Валанс. Но это пока так себе выглядит. Забанили Квапу. Ну, тут видим, что 4 мед-героя забанены. И только вот этот бесячий виск, который вообще всем не нравится. Никто не хочет против него играть. Ну, конечно, только если команда хочет его пикнуть, тогда она, конечно, его не банит. Но пикает его. Даже когда он не в бане, далеко не всегда. Тут же забанены саппортеры. И Шторма забирает Дивнитосы. Они что-то знают. У них есть какая-то определённая задумка. Тут Масуха, в принципе, неплохая получается. Точнее, Комбас Масух. Ну, и у Альянса тоже пока не слабее. На самом деле. У Альянса пока, по-моему, дэмэдж побольнее. Но вот тут есть стена, которая... Чем мощнее вражеский кэрри, тем она сильнее будет. Ну, банит Алхимика. Ну, тут... Ну, вообще, конечно, да. Скорее всего, вода была бы на герокоптере. Тогда зачем банить Алхимика? Ну, тут не знаю. Конечно, вода... А кто бы тогда на герокоптере играл? Ну, наверное, есть всё равно кого-то посадили на герокоптере, на самом деле. Вот. И Чена забирает всё Дивнитосы. Пока очень такой интересный пик от Дивнитос. Ну, хотели интересных пиков, нате, получайте. Тут вам и Бэйн, и Тинни, и Шторм. Сегодня мы их ещё не видели. Посмотрим, как получится. Ну, и ещё один какой-то саппорт-персонаж нужен в команде Альянса. О, доезжаешь. Огар. Правда, без трэнта, но всё равно. И у Тим Дигнитас. Юниверс играет на Дарк Сире. Шахиланил на Чене. Снейкинг на Шторме. Айю на Тинни. И Фогет у нас на Бэйне. У Альянса Лода на герокоптере. Бульдог. В Андруиде, Сфона Магнусе, Акина, Огар Маги и... Боже, всё время забываю, кто там у них-то. Пятый. Уж совсем поздно. Ох, соображаю. Кто там? А, Акина, действительно. Всё никак не могу запомнить. Ну и смотрим закупы. Кстати, игру сейчас смотрит, пока не очень много. 600 человек всего. Что это такое? Бэйн? Я сейчас расскажу вкратце, чего это такое. А Шторм у нас через быструю бутылку. И Сфо на Магнусе тоже через быструю бутылку. Остальных персонажей закуп... Тут и не топорку, блин. Вот так номер. Что? Боится пинга, и поэтому топорку... Ну, судя по всему, для этого. Потому что они сейчас в гостях играют, условно, да? Альянс сейчас... Ну, Сервак Европы, Альянс, грубо говоря, домашние встречи проводят. Так, Огр там. Бэйна нашли. Нашли не здесь. В итоге Бэйна и убили. Загуляли. Точнее, Бэйн нашел ли широкая? Широк Бэйн и убили его. Просто-напросто. Альянс просто зашли в чужой лес. Тут очень аккуратно. Бэйн стоял и дали ему по голове. Сцену я успел поменять. Ну, тени, конечно, остался тут. О, Бэйн, замечательный скилл. Найтмарк, который усыпляет. Ну, любой, альба, атака его сбивает. Там, естественно, магии тоже сбивает, но при атаке с руки вы сами получаете Найтмарк. Не магии же нет. Статистичный лук, пробивающий БКБ, отжирающий ману уничтожающий ваши ХП-энфибу, который снимает определенный дамаг фиксированный и брейнснэп просто чистый дамаг отжирает ваше ХП и передает его Бэйну. Такой вот герой прикольный. Атропос он звали. Ну, Атропос он был в первой доте, здесь он Бэйн. Сколько там суд, с Близзард, все дела Варкрафт и так далее. И Бэйн опять рискует умереть, на самом деле. Ну, пока обходится. Ну, видимо, что стоит здесь Трипла, это Лешрак, Огр и Вертолет против Тини и Бэйн. Здесь Дабла, Миди у нас Шторм против Магнуса и Дабла на топе. Хотят, ну, трое, качающиеся Бесучен, плюс Дарксир против опять Солу Бульдога, который, судя по всему, опять будет терпеть. Ну, посмотрим, пока у Медведя опять все. Хотя, нет, в этот раз получше пять крипов уже, а у Дарксира четыре. Пока все неплохо. У Бульдога в этот раз, но посмотрим, как дальше пойдет. Так, Ботов уже привез себе Шторм. Ботов есть у Магнуса, он его обузит курицей на перезарядку. Правда, здесь Спиридбира практически убили, ну и Дарксир, конечно, стандартно забегает за вышку и спокойненько здесь фармит. Это вообще ни разу не новость, такое состояние. Спиридбира сейчас, по-моему, умрет таки, ну да ладно, перепризывает военно умереть, чтобы, не дай бог, Дарксир не фарманул. Ну и Дарксир такой смотрит и прячется, прячется на за вышку, отходите сюда себе крипов, не дают щиток бафнуть на себя любишь на медведя. Дарксир отводит крипов сюда, чтобы дополнительно получать, зафармить этих крипов и убить это все. В принципе, использует локацию по полной. Тем временем внизу Тинни сейчас убьют, вводят он ракету и умирает от герокоптера, лода получает себе фраг. Тем временем пытается убить здесь Бэйна и Магнотар правда здесь терпит, но Бэйна таки забирает вертолета, лода даблкил делается. А очень хорошее начало, уже 3-0 ведут Альянса, но я вам говорю, что скорее всего 2-0, но возможно к этому делу идет. Тем временем влетает сюда Лешрак на сейвить лондроида, потому что здесь есть крепко Террагрица кидает вейв, но ничего страшного. Не получилось убить здесь конечно на Дарксир, но отогнали. Видим как много вардов здесь стоит. Атакующий варду от команды Альянс и сентри по-моему тут Аня достает до этого варда конечно же который банит этот спот. Это очень хитрый спот как этот тут очень иногда нестандартных местах происходит бан за счет постановки вардов либо же просто когда герой как-то находится в определенных позициях спот банится даже без прямого вижена для тех кто не в курсе стоит здесь совиный медведь задувает этот торнадо очень бесяч что спиритбер сейчас умрет уже и 40 секунд отката магната опять проблемы со штормом дает ему шок вейв и шторм сейчас добить не сможет был буль полетел бы пытался бы убить но пока нет льта этого сделать не получится магнат заходит в магазин принесли ему ботал и огур здесь рядышком сейчас поднимут инвиз возможно куда-то пойдут выпивает нет вниз пока не хочет он идти ну и шторм тоже обозит бутылку сейчас принесет себе перезарядит дарксир опять таким играет через бот а он через сауринг потому что я уже рассказывал что очень опасно нажимать сауринг просто подойдут и оторвут гол значит через кивер затащил шторма подвышку и шеквей добивает шторма не первый раз мы видим этот мув заносит намажет вышкой нельзя вот так вот никогда вставать против магнуса чтобы вас могли увезти к вышке но это очень же просто не просто не вставать так и смотреть как идет магнус может нужно сколько времени потратить чтобы зайти вам за спину нажать скивер и потащить ты же вообще как нужно зазеваться чтобы пропустить момент вот только сейчас он весна лжала сейчас еще раз попробует это сделать правда палец и сейчас на копии этой заранее поставленной поэтому не получится на халявку шторма увести нужно было увидеть копию встать не проходить возможно как-то подорвел нас играть ну да ладно дарксир пока крипстат чуть получше чем у бульдога но бульдог в этот раз не особо прям так терпит получается нормально фармить тени же как раз таки всего три крипа на легкой линии это триплайм вообще пока ни разу не помогает фармить игрокоптер же все намного лучше еще летит в рейсбанд и есть акрила дамага у него принципе ой нетмар сейчас тос аваланс тосит он его под вышку летит сюда конечно же дарксир задувает этого гирокоптера несчастного очень далеко он зашел конечно спокойно его запнули сюда очень удачно здесь крипа оказались на которых толстно утенил прям под тавер еще чем пытался постарховать но вода конечно фиданом удачно нужно быть внимательным все-таки варда здесь не было тем временем магнус попытался забежать один просто на пятерых огар станет дарксира есть рп но выбирает момент и сейчас дождется сгореть просто шоу-шоу магнус увидев дарксира сел и сгорел улетит вода подошел здесь очень удачно шок вэйф минусует здесь двоих бэйн где-то здесь лишь рак успевает уже сожрать но один в три грубо говоря размен последней ситуации достает станом этого тиме но успевает чинус тп больше чем то и не шел забирать плюс для себя все равно разменялись только одна смерть 7 фрагов у альянса по галке чуть больше 3000 по опыту за 3000 даже уже за 4 теряет вышку на топе правда бульдог не смог ее добить но все равно запущили плюс денежки сейчас еще ватры пойдет по голоде нет ворсу видим что в этот раз альянс у нас лидирует он от ворсу на восьмой минуте уже ну покелом 3 1 вода 2 0 шрак и мангус 2 но единственный фраг ученок чудом сделан гирокоптере хотя убивать должен был там ничем но там вертолет просто заигрался и магнус обходит обходить с дарксира здесь вон друид который будет готов его принимать сейчас и займется скивером сейчас вывезет его к медведю корни нет пока нет корней но копает минус этого без шансов играть но магнус очень четко сделал правильно бежал скиверил шансов там дарксира никаких не было и ниже себе пытается сварить по 59 минуты и у персонажа стоящего на легкой линии где он должен был по идее фармить пока все очень плохо агоним здесь если пальцы очень низко скивером мажет но тут же рпс коду и забираю дэм а магнус или шаг себе получил еще фраг ну очень правильно действует магната поскольку не стоит жалеть никогда ульты когда вы можете сделать фраг особенно на ранней стадии когда вы еще 5 на 5 особо не дерете здесь нужно просто есть возможность убить убивать не надо там ой да я в пятерых там через минуту попробую тонуть это все фигня ну и чен отсюда никуда не уйдет абсолютно тут без шансов летит еще что правда вот лешерачка да убьет лешерачка хотя пока еще не все так однозначно станом лешерак не попадает все минусуется конечно лешерак а магнус чуть было улетел но уже в полете получил последний удар деболки от сны кинга загуляли немножко ребята из альянса погнали за ченом 6 уровня и фиданули здесь в девятый и здесь седьмой очень неудачный размен по опыту очень сильный фит и шторм получил денежку да пт он себе сейчас принесет правда что-то не написано кто это был чен за самой на фонтан эту панду сейчас лишь рак развлекать этих ребят сзади чуть позади стоит вода ульти попадает бэйна и тинни тропит бараш тосят этого гирокоптера но это так все пользу бедный холи блесинг неплохой заходит спасает найти мэром этого тинни чтобы не добились руки минус огар или шрак здесь дошел магнатар немножко поздновато рп сейчас откатится уже скоро тинни убивает просто через скивер сейчас ну этого конечно товарища без рп лбит просто шок лейвом деблкил и шторма кончилась манна принципе сейчас размин был пользу альянс потому что тинни били который вроде как кэри хотя до кэри ему тут очень далеко что позовок по 5 держится опыту тоже сидят но пока ничего страшного тем временем бульдог там спокойно себе фармить на топе вышли поезды практически есть армлет вот теперь тайминг хороший наконец-то бульдог за первый раз за 4 игры у него будет нормальный тайминг итемов хотя в предыдущей игре он был не на лонрейде но тем не менее стоят здесь эти ребята в смоках сейчас попробую убить магнуса не успевать нажать сейчас на сквере вывозит шторма рп тут же пытался кого-то за найтмарить бэйн сейчас получит просто по голове шиф вейв нет не успевает откатиться минус магнус минус чем убивает его здесь дарксир никто никто не прилетел на помощь вертолет подходит ноут мимо тпш домой тени успеет успеет вас тпш просто халяв забили персонажей дигнет сэм радиан стоп тавар стеки нет фон тренок бас дэм рейд струкчерс на рейд смит тавас камера партн а вот тут уже армлет на этом медведем конечно вышка без шансов сразу падает ради смит тавар гирокоптер себе везет барабан и огур клап сразу боковой себе огра ничего пока нет арканы скорее все пытается сделать магнус пытается сварить себе даггер уж термо пока все очень плохо пт 0 с бутылкой утинит все отвратительно только пт магнус пытается сделать меку и тут конечно тоже все пока плохо бой на только один ботинок и у чена тоже ничего хорошего по итамам нет конечно вроде догоняющих гигнитас но они пытаются но по опыту вроде как атерирует но это очень ненадолго потому что там ватры все время уходят в андрей и по золоту тоже перспективы далеко не радужные ну и плюс сейчас вышку убили никакие команды альянсов получили еще себе стат по золоту разбились мака и пошли вторым искать на топ а там никого и нет но они конечно этого не знают но попробуют они сейчас туда прогуляться то время как альянс выдвигается на рошан судя по всему да да но именно сюда не выдвигаются пока эти ребята ходят в гости к репам на топ видимо просто вышку заберут и поменяют хотя возможно еще успеют засейвить этот тавер альянсовцы потому что стоят полной готовности принимать на дефе они-то не знают что там в нагул альянс пошел на рошана потому что вообще этот варк по-моему нет он не достает до туда спокойно можно пробежать спокойно преспокоен этот вар очень далеко и не видно если идти по краю и что вышку все-таки теряет но дарксир отсюда по-моему никуда не уйдет летит не у ракет а нет тп что его чен и скорее всего дарксир это спасут а вот чен нет чен уходит никого не получается забрать не разменяли рошана на вышку возможно стоило тп чуть пораньше нажать гульдог сейчас шторма тут увидит сам он сразу спирит бера креп и чена еще заблудились и сразу выходят на тир 2 на топе ну конечно буду вас на вертолете медведя это жесть просто адская еще одну вышку отдаю альянс отцы ну и заберут тир 2 тавер и дигнитас да дигнитас и тут забирать тир 2 но не не успеют у них демаджи поменьше по вышкам нежели ага нет ну просто решили тир 3 а действительно зачем тир 2 тавер когда можно прийти просто сторону разломать и смотрим тп вроде у всех есть да тп есть у всех но не все пока спешат и пешится они сейчас пока будут думать фортификация она нет именно сторона то будет бэйна привезли убили минус барак ну вот и запушили называется ариас просто на пофиг зашел и сломал сторону на 17 минуте это еще быстрее чем предыдущей игре сделали дигнитас и на 2 на 2 с половиной минуты быстрее сторону не потеряли какая жесть конечно вышку здесь шторм убил но это все ни о чем в сравнении со стороной этот тирдватайр особо не нужен альянсу да он правильно замечаю что развлекает и бульдог в это время фармит этим и надо было заниматься в тех играх предыдущих чтобы освобождать как-то медведя от этих постоянных гангов видишь что пазал немножко храняли за счет тирдватайр но все равно где-то в районе 7000 преимущества по галде по опыту где-то вот тоже семерки держится или шрак судя по всему хотя непонятно будет ли это аганим или бкб пока на нем возможно все-таки бкб разбивает смоки ну что андроида башен медведя гирокоптера яша и доминат с игроклабом сейчас пкб будет выходить ну и выходят ломать помиду вышки видимо они хотят еще быстрее закончить игру нежели предыдущая кончилась хотят побить рекорд скажем обменяться любезностями за предыдущий слив ну что вышки тут просто в хлам разлетаются таким спиридбиром который просто в усмерть за бафом да просто заходит ломает ничего не придумать есть правда фортификашн который никто не нажимает почему-то вы гарксир вывезли просто-напросто правда мекая полюбин но там минус вышка ну такая вроде неплохая стенка но здесь не буду играться альянс огра отдали фиганули ограм лексира убить не смогли потому что там моски у него залетел но не остановится альянс на этом нет правда блоглас но спиридбир не особо это мешает где конечно пошел залетел шторм агресс или широка но это так сразу забашивал чена вот и пешит на фонтан магна залетел рп по двое минус чен минус дарксир сейчас будет правда заултил здесь бэйн этого магнатавра но это не спасло минус и бэйн минус панда и магнус здесь живой и это гг еще быстрее чем предыдущая игра закончилась это 22 не могли они не довести до счета 22 в принципе альянс разобралась еще быстрее чем гибнет с прошлой игре там тайминг что-то помню минуты 24 25 здесь вообще 19 минуты гиган писали правда дисконнектится но все равно какая жесть ну и ждет нас решающая игра отомстили отомстили еще круче на но бэйн туда последнего сидит тайминг тайминг держит с 8 вак придет командно все ну пока да домашний встречи они выиграли то есть две игры на Америке выиграли дигнитесь две игры на Европе выиграли альянсовцы а вот где сейчас будет последняя игра я не знаю возможно будет монетка или что-то в этом духе определяться ну чтоб честно было да ну что понятно я что по очереди но так и там и там по две игры то просят плезлив и все-таки левая этот бэйн который тайминг запорол немножко альянса ну бульдог негодует что ему испортили тайминг он постарался пушить бэйн не дал закончить игру за ровно 20 там с копейками минут ну видим что по нетворсу здесь преимущество четырех игроков команды альянс окей ждем решающую игру ну подозреваю паузу около пяти тире десять минут будет ну финальная таблица вот так вот выглядит зачем здесь был взять тени я вообще в принципе не понял какая была задумка непонятно то есть в принципе что он должен делать вообще не ясно это летающая пандочка у команды альянс я вам покажу в следующем